...на колесае, и вы посмотрите, и даже... ...28 ноября 2023 года, сегодня прошел Семский собор в Кремле, а мы поговорим про рай. Светик, пожалуйста, не шебуршать. Уважаемые друзья, тема, которая предложена, необычайная, очень важная. Это, можно сказать, то будущее, которое могут люди построить при минимуме затрат временных, финансовых. То есть это тот ресурс, который практически у каждого человека есть. Что это за ресурс? Да, это просто намерение. Намерение построить не тот библейский рай, о котором можно прочитать какие-то отрывочные материалы, а выстроить совершенное бытие. Добрый вечер. Самое наилучшее, прекрасное. Вы уже записываете? Сергей Викторович, немножко. А, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Так давайте продолжаем. Присаживаемся, и беседа будет течет. Это будет лучше, если вы поближе сюда сядете к дому. Давайте вместе. Да, 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 да. С вами построение рай. Да, хорошо, хорошо. Значит, то лучшее, прекрасное бытие, которое человечество может сегодня построить при минимуме затрат. И по времени, если это правильно выстроить, то максимум в одном случае уйдет две недели, в другом случае неделя, в третьем случае месяц. Это три или даже четыре варианта построения этого прекрасного бытия. Значит, что, в принципе, надо сказать? Что то время, в которое мы живем, время перемен, оно характерно тем, что силы небесные готовы прийти к человечеству на помощь. С учетом того, что время водолея, время преображения уже наступило. Это время характеризуется определенного типа энергиями. Энергиями изменения, трансмутации, транс и изменения на генетическом уровне, вокруг изменения. Что же нужно, чтобы наступили вот эти изменения? Мы, люди, как человеческое общество, должны просто понять и сказать, мы хотим намерение проявить, чтобы это будущее наступило уже к моменту здесь и сейчас. То есть, день, два, три и произошло. Значит, что для этого надо? Инструменты, которые открыты сегодня людям, это как божественные законы, закон резонанса, закон синергии, закон ритмов, закон времени. То есть, если мы не учитываем вот эти вот законы, значит, тогда мы не в резонансе. Дальше, значит, ритм какой? Договорились об определенном времени, конкретно, что мы хотим. Например, чтобы изменить этот мир, нужно всего сказать два слова. Вода чиста. Мы состоим, как говорит медицина, на 85% из воды, да, Сергей Юрьевич? Вот, 85% водной стихии. Значит, когда мы говорим это, понимая, что мы делаем, то есть, значит, тогда наше ментальное тело, тело мысли, значит, оно работает. И когда осознанно это все, мы говорим, значит, мы в чувствах это проживаем, потому что хотим, чтобы это было. Наступило этот момент такого бытия, чтобы вода вокруг нас была чиста. И когда это может произойти? Это может произойти, когда люди синхронно оговаривают конкретное время, договаривают, что в такое-то время, в 9 часов, там, допустим, 25 декабря. Например, значит, этот опыт уже был проведен, это 1999 год. Уже на берегу Волги был 30-ти сантиметровый лед. И когда в 9 часов, чумой был свидетель, вышел на берег Волги, был пронизывающий ветер, мороженое. Значит, один берег не зеленый, а другой, значит, возвышенный. Я сказал, никого больше не было вокруг, кто в такое время будет стоять на ветругане. Значит, какой смысл? Любоваться природой, там, все и так знают ее. Значит, в 130 километрах от Москвы. И как только я в 9 часов это произнес, так рождался звук, как будто бы самолет переходит в сверхзвуковую барьеру. Вот такой вот звук. О чем это говорит? О том, что даже лед переструктурировался. Не просто вода, а даже лед. Этому предшествовало то, что я раздал где-то около 400 вот таких вот воззваний, приглашений, что дети России, дети Земли, к вам люди обращаются. Мы просим провести день веления, вода чиста, выйти на берега рек, морей, океанах, озер, кто не может дома, в такое-то время сказать «вода чиста». Там было все в стихах еще ко всему дополнено. Там были слова такие, слова дедушки Анастасии из книг Магре Владимира Николаевича, когда он перевозил Магре на ту сторону реки Аби, то есть он уже возвращался после встречи с ней, значит, в цивилизованный мир, значит, и сидел, как говорится, и дедушка ему задал вопрос «Что ж ты с внученькой не мог-то попрощаться по-человечески?» Он говорит, да не пойму я ее, кто она, о чем она говорит, говорит, о таких вещах, о которых просто в голове не укладывается. Он говорит, дедушка, все в человеке каждом из мгновения сотворения хранится. Я добавил еще такие строчки. Мы сможем, если не лениться, все в человеке каждом из мгновения сотворения хранится. О чем это? О том, что люди имеют потенциал по природе им данной сотворить это пространство. Потому что каждое тело человека, в создании каждого тела, участвовала та или иная стихия, например, теломысль, теломысль – это воздух. Тело чувственное – стихия вода. Тело земли, вернее, стихия земля – это наше плотное тело. А огонь – это наше эфирное тело, как кокон, который вокруг человека, где записаны все записи информационные. Значит, и плотоновые тела по сакральной геометрии, то, что очень хорошо описано в книгах Дурнвала Мельчисадека, со ссылками на ведические знания, на древние индийские знания, они говорят о том, что каждая стихия соответствует та или иная той или иной плотонового тела. Или куб, значит, или пирамида, или экосайдр, или дедекаэдр, или шар – сфера. Значит, ну мы говорим о четырех стихиях, а есть еще три стихии ко всему. Значит, эти стихии, они называются так – время, информация и божественный смысл. То есть это все живое, обладающее разумом. И для расширения сознания я вам такой материал подготовил, отлично вам держал, и я вам могу дам почитать, где говорит, ну дам просто, в книге «Любовь земная, слава небесная». Давайте с гостями мы просто взаимодействуем. Значит, Сергей Викторович очень хорошо знает, о чем я говорю, потому что мы с ним неоднократно говорили на эту тему. Вот. И, казалось бы, где, вот вчера произошло, Сергей Викторович познакомил меня со своим коллегой, который из Екатеринбурга, и вот, казалось бы, точка приложения вот этих сил. Я говорю, что в Москве людей инициировать на то, чтобы они поменяли пространство, очень непросто. Здесь люди все ментально перегружены, они жанят, они занимаются, там, озабоченным бизнесом, там, как говорится, еще чем-то, там, допустим. И, казалось бы, рассказывать им о том, что нужно воду чистую сделать, у них другое в голове. А вот тем людям, которые живут в Екатеринбурге, на Урале, где в свое время люди совершили подвиг, потому что то была кузница Победы, куда были перевезены все промышленности, и там крыш не было, а уже женщины, дети на станках работали и готовили вот эти вот снаряды, все для фронта, все для Победы. Так вот, сегодня тоже надо сделать, вот, Урал, кузница Победы, но это уже люди будут творить духом. И приборы будут фиксировать это все. То есть, и поэтому мотивации у людей там очень высокая, потому что там экология вообще никакая. То есть, и это скрывается. Как вот сказал нам человек, который знает это дело, значит, там, мало того, что здесь, она не самая лучшая. Что делать? Вот капитан очевидность, все каналы вот рассказывают, как все плохо. Что делать? Так я же говорю, выйти, синхронизировать вот это время, в определенное время, мы можем здесь с разных городов России и люди доброй воли и здравого смысла, то есть, у кого есть здравый смысл в голове и добрая воля, никого заставлять не надо, выйти, допустим, 25 декабря. Но такие действия проходят. Проходят международные планетарные медитации, где люди синхронизированы, возносят. Я понимаю, но мы говорим о велении, а веление – это уже другое знание. Это знание, которое было дано, предварительно, сначала, через Марка Элизабета Профит, значит, наука изученного слова, курса алхимии синхронизированы, а потом это было уже дано на русский, на вот это пространство русскоязычное, начиная с 395 года, как наука из черного слова и курс алхимия преображения, через Надежду Домашеву и Владимира Самойленка. То есть, каким образом так сказать, чтобы все произошло? Призвав силы небесные, попросив поддержки и благословения свыше, и призвав стихи, и в том числе выйти и сказать, на это уходит время? Ну, пять минут. И результаты произойдут все наши благие ожидания. Георгий Константинович, замечательная эта идея, мы все поддерживаем, тем более, я думаю, все присутствующие, готовы выйти, синхронизироваться по времени и произнести с чувством, обращаясь к всем стихиям, вода чиста. Сколько минимум должно быть человек, чтобы сработало? Замечательный вопрос. Спасибо вам большое, что вот его тоже, как бы, в свое время задали. Для того, чтобы произошло, вот этот вот закон с энергией, умножение энергии в геометрической прогрессии, произошло, сработало, нужно всего 1%. От лица, допустим, если мы говорим о людях России, значит, ну, если там нам говорят, что 140 миллионов, с учетом множества приезжих, то тогда 1 на 4 миллиона, то есть, ну, полтора миллиона максимум. Если мы говорим о регионе, о уральских регионах, то тогда 1% от этого числа людей, и живущих там, что мотивация у людей высокая, значит, мы отсюда, с этого, ну, центрального региона, конечно же, поддержим людей, и множество, с учетом того, что вы запускаете такие процессы в рамках глобальной волны, когда вот это знание приходит к людям, и это называется построение рая, совершенного бытия, на отдельно взятой территории России, начало проекта. Значит, у этого проекта будет продолжение. Какое? Чем быстрее люди там это сделают, то дальше это начнет распространяться уже, этот купол света умножаться, умножаться. Мы будем радоваться, потому что это придет в конце концов к Москве. И дальше. И дальше это будет действовать очень быстро. Значит, ну, по моим вот таким внутренним ощущениям, от момента, если правильно это все синхронизировать, три дня уральский регион, и он будет полностью структурирован. Что произойдет? Откроется сознание у детей. Дети начнут понимать природу. Что происходит? Их невозможно будет обмануть, потому что они будут видеть реальность бытия. Взрослые станут чувствовать себя значительно лучше. Будет меньше обращений к правоохранительным органам, если они не исчезнут сразу все. Спрашиваются, а чем им заниматься в таком случае? Поддерживать этот порядок? Помогать людям? То не та полиция, которая сегодня в функции наделена, как говорится, подавлением, а милиция, помощь людям, совершенно другое. Георгий Константинович, у меня еще созрел вопрос. Да. Готовы ли вы взять на себя роль такого лидера и объявить эту дату, когда мы будем произносить «Вода чиста»? Давайте мы прямо с вами сейчас... Давайте прямо сейчас и займемся... 25 декабря – это очень хороший день. Да. То есть, почему? Потому что там все, где-то там далеко на западе, это день католического Рождества. То есть, они по крайней мере думают хорошо, а мы здесь по-своему будем думать и свою реальность мы строим. А я бы предложил 22 декабря. Доброси мне его соцсостояние. Да, замечательно. Да, поддерживаю. Я просто 20 с вами. Сергей Витальевич, тоже прекрасно. Значит, в 9 часов или в 10? Вы сколько? Как вы считаете лучше? А может быть, в 1 час? Вы так легко прыгаете с даты на дату. 25 – очень хорошо. А может, в 20 – о, отлично, еще лучше. И то, и другое число. И то, и другое число. А все должно быть легко. Число значимое. Число значимое. То есть, и то, и другое. Я предлагаю вот это число, 25, имею этот опыт. Мы работали в это число. И я знаю, что происходило. Нет, приведите обоснование. Смотрите, ваш личный опыт, вы его не натягиваете на глобус. Сергей Викторович произнес, что 22-го – целосостояние. Да. Понятные галактические циклы, о чем вы говорили в начале. Очень хорошо. Начало нового ритма. Вы уже сами об этом говорили. Так я не против. Я не против. Собственно. Не, ну, может быть, обоснование будет такое, что это будет важнее, чем солнцестояние. Давайте вот 25-е. Ну, что может быть важнее солнцестояние. 22-е. Все-таки 22-е. 22-е. Светлана Вячеславовна, давайте проведем вот такой эксперимент. Покажите нам, как вы можете оценивать события. Солнцестояние галактическое и что может быть земного более важного. Да, но я не услышала версию Георгия Константиновича. Личный опыт. Нет, еще много проводили, и что происходило. Одно секундочку. Значит, я думаю, что здесь нету противоречий. Я что? Значит, почему? Лучше идем дальше. В общем, 22-го органично лучше. Время, конечно. Я бы вообще провела 7-го января не в католическое Рождество, а в православное Рождество. Давайте вот не будем привязываться к Галлиге. Не будем привязывать. Вот смотрите, вы представительница женских энергий. Да. Мы уже вот даже не вуалируя, вуалируя, а сказали, галактический цикл, солнцестояние. Такое происходит два раза в год. Два раза в год такое событие происходит. А ты начинаешь вот искать католическое там тось. Хорошо, я согласна. Женские энергии согласны. Нужно не соглашаться, нужно понимать. Нужно, чтобы ты внутри своей головы поняла, что точка. Значит, вы же записываете? Да, да, да. Раз в полгода бывает. Все записываете, все записываете. Значит, давайте не будем тогда много слов говорить. Друзья мои, мы определились, что все-таки 22-го. 22-го. Время. Время. Серьезно, как вы думаете, в какое время? Там время есть. Вырвался. Давай дальше. Вы должны обосновать и время. То есть я инициатор. Я уже инициатор. 12 часов дня. Нет, 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 не будем мыть. Значит, там есть вот определенное время. Вот в течение этих суток время. Но давайте в 12 дня. Когда стрелки. Так Сверлана, я предложила в 12 дней. Должно. Кажется, к чему должно быть свое послевание. То есть удобное время для людей. Из чего я скажу я. Так как я женщина, мне близко дети. В 12 дня дети не спят, правильно? Не обеденный сон, не дневной, не утренний. То есть в 12 дня, когда еще и не обед. И вроде бы уже после завтра все святые довольны. В 12 дня они выходят куда? Онлайн или оффлайн. Как мы это будем делать? Да, мы же выходите в туризм. Может быть выходить к солнцу, поднимать руки и говорить. Да, мы же как угодно. Мы говорим, вода чиста. Да, чтобы это было неверообразно. Только без папушек вот такого. Ожирение. Ожирение. В росток. Вода чиста. Сергей сказал с радостью. Я помню. Он сказал это с радостью. Вода чиста. Мне кажется, это был радостный возраст. Я так услышал, по крайней мере. Утверждение. Там что вы тут утверждили? Вода чиста. И точка. Хорошо. Вода чиста. Вода чиста. Отлично. Где вода чиста? Итак. И где вы, Георгий Касатленович, нашли в моем эмоционально приятном всплеске пафос? Ну, где-то нашел. Где-то нашел. Так мне показалось. Мы выдерживались. Ну, хорошо. Значит, договорились, да? 12 еще. 22 декабря. Великого река. В 12 часов. Выйти на берега рек, морей, океаны, озер. Водоем. Москва река подходит? В Москва река. Любой водоем. Даже в ванной. Даже если в ванной подушен, ты будешь стоять. Или кто не может дома набрать чашу воды и сказать с чувством, с пониманием, что это произойдет. Мы же говорим о чем? Как свершившиеся факты. Георгий Константинович, у меня тут вопрос как у психолога. Вы сказали с чувством. Сергей Викторович сказал с чувством. Да. А вы тут сказали, что с пафосом. Как же тогда понять, каким именно чувством? Где грань чувства, проходящего в пафос? А где вот эта грань? Значит, если мы сейчас будем уходить вот в эти все нюансы, мы заболтаем тему. А это психологи такие, профессии. У них же по часовой, поэтому чем больше болтается, больше хватит. Мелочи всех деталей. Вот если вот эта вот запись, она предназначена для людей, давайте не будем заговаривать. Значит, допустим, каждый волен, так сказать, с уверенностью. Как считать нужно? Хорошо. Принимайте. Хорошо. Ну, я слышал о том, что у Светланы была еще одна версия 7 января. Давайте развернем тему. А, Ярослав уже откликнулся, что может быть важнее. Ведическая традиция 7 января – это праздник водокресса, это очищение и освещение воды. И если мы говорим о такой акции освещения, в том числе и освещения своей внутренней воды, то, мне кажется, было бы, но… Тоже, повторим. На многоцелеса праздник – это сделать в рамках праздника водокресса. А, я полагаю так, не только. Вот 22-го и 7-го. А, как вариант, да, а почему же нет? Да, но есть еще крещенская вода. Давайте крещенскую воду вспомним, когда она освещается сама по себе. Ну, это 19 января. 19 января, тогда надо три даты выбора. Да, тогда и, ну, хорошо, значит, вы понимаете, что вот эту акцию… Троица, это, да, это… А, Троица, окей. …можно проводить каждый день, но мы говорим, чтобы у людей, ну, по крайней мере, не перешпиговать их, как говорится, информацию. Давайте вот три дня великолепно для меня хоть каждый день, потому что каждый день будет происходить такое таинство, которое будет менять реальность, то есть приемлемо. Но поскольку вот время, о котором мы говорим, оно значимо, это время трансформации, трансмутации, церемониальной божественной алхимии, то есть это вот луч водолея фиолетовой, это луч церемониальной магии, божественной алхимии. То есть, когда Святой Дух творит, Бог самый алхимик, а мы его дети, мы предполагаем участвовать в этом процессе, то есть 22 декабря, 7 января и 19 января. Отлично. Тогда нужно выявить, спросить, кто готов стать ответственным, вести телеграм-чат, ежедневно делать напоминания и показывать, как стоить перед зеркалом, тренируешься, говоришь, водачишь, ну, понимаешь, что... Зачем? Перед Богом ты говоришь, перед живым пространством, которое тебя слушает, перед стихиями, у которых мы в большом долгу. Да, и я думаю, что время 12 будет для всех дат, 12 часов во все эти даты. Да, да, очень хорошо. Теперь, как, действительно, Ярослав вправо, я согласна, что напоминание, потому что мы сейчас поговорили, и даже те люди, которые вдушевились и хотят поддержать эту добрую традицию, им надо как-то напомнить. Конечно. На глобальной волне, сколько человек у вас тысяч... Неважно сколько, вы готовы быть, мы готовы взять на себя ответственность. На глобальной волне. Телеграм вам откроем, телеграм-чат, и будете выкладывать туда по утрам, и вечерам, и вечерам. Я думаю, что может быть за несколько дней, такие контрольные, такие какие-то дежурные, да, в нашей ролике. Уже сейчас можно... Нет, это каждый месяц, в течение месяца, каждый день надо выкладывать. Дорогие друзья, помним, тренируемся. Конечно. И в нашей предварительной подготовке нужно. И мы с вами имеем такой инструмент, посмотрите, прекрасные снежинки Масары Мото, когда он показывает, как вода, какие кристаллы строит. Это там на японском языке. Но вы помните, одна снежинка на санскрите произнесена. Как она упакована, там такая плотность информации. Так, мы с вами говорим, как было интересным образом замечено. Вот мы с вами говорим на русском языке. Вот, в Волгограде, в Волгограде, приехали туда индусы. И ничего не могут понять. Там говорят люди на санскрите. Просто вот так вот, в обиходе. У них этот язык письменный. Я еще не знаю. И заботы. Да, конечно. Георгий Александрович, это Ваша версия, как сделать рай на земле. Но Сергей Викторович тоже хотел с нами поделиться. Да, конечно. Как сделать рай на земле. Сергей Викторович, мы вас просим. Светом, благодарю. Оказывается, для меня в этом эфире найдется время. Конечно. Мы собрались ради версии рай на земле Георгия Константиновича и Сергея Викторовича. Возможно, у меня что-то традиция, третья версия. Да. Про Сергея Викторовича, потому что он хранитель древних знаний, культуры этой, культуры жизни. Значит, он несет это по природе своей человек, который отдает, отдает, отдает. У него более 20 мастер-классов, говорящих о потенциале человека. Пожалуйста, Сергей Викторович. Я помню, что мы заключали. На такую подробную информацию о себе. Благодарю. Вы знаете, я присутствую в замечательной встрече с Георгием Константиновичем. Мы с ним очень давно знакомы. Я питаю к нему очень теплые чувства. И то, что он сегодня предложил, высказал такую, на мой взгляд, замечательную инициативу об очищении воды. Я могу продолжить и взять эстафетную палочку для того, чтобы сказать о том, что да, это очень важно, чтобы наши внутренние воды, а значит, наши внутренние миры были чистыми. Но я считаю, что еще более важно, в каждом человеке должна быть более чистая душа и более чистая совесть. А мысли тоже чистые. А это уже является производным от состояния более чистого сердца и более ясного сознания. Поэтому в комплексе это все и формирует некую водостуденистую форму, в которой 85% в человеке воды. Потому что клетки имеют память и клетки помнят все, что с нами происходит. Мы можем это забывать, мы можем от этого отказываться, мы можем отталкивать это от себя. Но наши клеточки во всех частях нашего тела все это помнят. И эта память переходит с нами из одного воплощения в другое и влияет на то, насколько чиста наша вода внутренняя, насколько чиста душа, сознание и совесть. И об этом я говорю в течение многих лет, давая традиционные знания русских и славян в рамках казачьей традиции на своих семинарах, в общественных выступлениях, слушаниях, различного рода публичных мероприятиях, проведении мастер-классов, участии в славянских фестивалях, участии в мероприятиях, где обсуждаются вопросы культуры, образования, педагогики. Одним словом, наша вода, по сути дела, это то общество, в котором мы должны все время думать о том, чтобы каждый из нас должен быть чист. Если каждый из нас будет чист и чисты его мысли, то тогда наше общество, как некий душевный кристалл, который есть в каждом из нас, он засияет и в состоянии обновления выйдет на совершенно новые уровни развития, мерности, пространства, о которых многие сегодня говорят. Но для того, чтобы это сделать, вначале нужно заглянуть в себя и сказать, а где же во мне та грязь, которую мне нужно вымыть, той настоящей светлой чистой водой, из которой я состою. И на своих семинарах я обращаю внимание людей на то, где находится в них эта грязь, где эта темная часть души, почему мы боимся признаться себе в том, какие мы есть настоящие, состоящие из света и темы, из грязи и чистоты, из добра и зла, и где главный корень наших проблем, которые ведет к отказу от самого себя, когда мы хотим быть личностями, самоутверждаться, быть лидерами, активными, деятельными, успешными, но не самими собой. Потому что в этой жизни, если вы посмотрите на кошку, на собаку, на птичку, на какое-нибудь дерево, куда вы приходите в лес, то вы не видите в кошке обезьян, вы не видите в птичке мухомора, вы не видите в собаке попугая. Каждый из них является самим собой. И только люди, почему-то, одевая на себя личность в виде различных личин, стараются превратиться из мухомора в белый гриб. Ну, зачем это делать? Сергей Григорьевич, вы не о негативе. Нет, я просто хочу сказать, Георгий Константинович, нет, все хорошо, здесь не о негативе. У кошки, собаки, попугаи, мухомора нет социальных ролей. А мы люди, мы хотим этого или не хотим, мы играем социальные роли. И вот то, что вы называете личина, да, давайте разводить понятие личина, когда я маски надеваю и являюсь не тем, кем на самом деле, да, не говорю, что думаю или чувствую. Это да, я согласна, мы меняем личину. А есть еще социальные роли, которые мы по отношению друг к другу играем. Я могу играть роль матери, могу играть роль психолога, я могу играть роль жены, могу играть роль покупателя. Светлана, я с вами совершенно согласен, но здесь нужно определить границы. К сожалению, сегодня люди заигрываются в эти социальные роли и не могут найти вовремя выход, а где они настоящие. Если вы обратили внимание, вы говорите, я буду играть роль матери. Но многие люди играют роль матери после рождения ребенка и заканчивая своей смертью. Они так и не могут выйти на понимание того, а кроме матери они кто сами. То же самое можно сказать и о других социальных ролях. Нам социальные роли необходимы для того, чтобы каким-то образом выстраивать взаимодействие в рамках общественно-социальных отношений. Но когда мы переходим на индивидуальные качества, мы должны видеть друг друга. Я хотел бы сказать, что Светлана представительница психологии. Психология прикреплена к человеку. Но что такое человек, психология не отвечает. Она не отвечает. Поэтому все студенты дурят себе голову про какие-то социальные роли. Но на кого навешиваются социальные роли, даже нет понимания. А у вас-то есть понимание, что душа, предназначение... Да, а я представитель традиционного русского казачьего душеведения. И все наши знания строились от души и от духа. А личность является неким промежуточным состоянием, которое нам необходимо, когда мы общаемся в обществе и должны ставить перед собой задачи и цели. Без личностных каких-то окрашенных проявлений тех или иных личин мы в сегодняшнем обществе этого сделать не можем. Но у нас есть также душа, которую очень многие забывают за этими личностными наслоениями, потому что душа требует чистоты, откровений, естественности, доброты и в конечном итоге человечности. А за погоней в лидерские качества, в успех, в некие социальные достижения мы таким образом размениваемся и закрываем свою душу от тех естественных проявлений, которые требуются от человека для того, чтобы он был искренним и естественным. Поэтому отвечаю вам, Светлана, на вопрос, а где же так грань? А эта грань заключается в понимании того, что общество должно служить человеку, но никак не наоборот. Сергей Викторович, я с этим тезисом не спорю. Единственное, что я хотела бы спросить у вас. Вы сказали, что если человек действует из души, из своего подлинного какого-то начала, а не гонится за успехом, разве нельзя быть успешным предпринимателем и от души помогать людям, делая то, что он делает? Мне кажется, здесь выбор человека. Нож может быть оружием убийства, а может быть орудием труда, или мы можем хлеб отрезать, можем зарезать курицу. Правильно? В зависимости от того, как мы будем обращаться с этим ножом. Давайте обратимся к тонким материям. Светлана, что касается предпринимателя, он очень активно взаимодействует с различными общественными эгрегорами. А душа в этом человеке не подчиняется эгрегорам. Она подчиняется только высшему божественному состоянию, а также своему сердцу. Если личность перекрывает душу, то предприниматель, который помогает другим людям, он помогает из личности. Он так или иначе преследует какие-то свои задачи для того, чтобы либо кому-то понравиться, либо за что-то заплатить. Либо через состояние личности передать часть своей неосознанной программы помощи другим. Но когда он делает это из состояния души, то он не будет размышлять о том, а как будет воспринята его помощь. Он просто будет отдавать и благодарить этот мир за то, что получил такую возможность. Да, согласна. Здесь нет противоречия. Противоречия никакого. Противоречие заключается в том, что большая часть людей сегодня боится быть самими собой. И это говорит о том, что они не могут жить по душе. Потому что по душе можно жить только тогда, когда ты становишься самим собой. Когда ты берешь всю ответственность за свою жизнь на себя и отказываешься от социального успеха в рамках того, что ты все время должен делать его своей главной, основной задачей в жизни. Успех, когда ты живешь по душе, приходит сам собой, потому что ты искренне в состоянии своей любви к этому миру и другим людям даришь им те знания и те свои чувственные состояния, которые ты накопил. И твой успех является не некой формой реализации общественно-социальных отношений, а твоим уровнем развития души. Да согласна я, милейший. Так а я и ни с кем не спорю. Я с кем не спорю. Нет, нет, это не спор. У меня есть какая-то дискуссия, и мы с вами рассуждаем. Я так услышала, может быть я ошиблась, но я услышала так, что вы говорите, нельзя быть успешным, если ты действуешь не от души. Да? Нет, этот успех носит другую окраску. Другую окраску. Совершенно верно. Можно быть успешным, но этот успех будет носить другую окраску. Там все равно будут какие-то побуждающие мотивы, определяющие, для чего я помогаю людям. Для чего? Я хочу понравиться, или же я хочу получить выгодные преференции откуда-то. Хорошо. Критерием того, что человек действует от души. Он что, не берет за свой труд деньги? Нет, разговор не о деньгах. А хорошо, что будет критерием? Критерием помощи другим людям является его желание уважать то, что делают другие люди. Уважать. Если я живу по душе, я уважаю себя, то тогда я изначально уважаю всех остальных людей. И те, и то дело, которым они занимаются. И тех, кого я не знаю на планете, далекие африканские племена и далекие тунгусы. Да, совершенно верно. Я изначально уважаю весь этот мир в любых его проявлениях, а эти проявления в том числе и несут и люди. Хорошо. Но я отношусь к ним безоценочно. Меня не цепляет то, чем они занимаются и каких успехов они достигают. Я не хочу быть похожими на них, я не хочу следовать тому успеху, которого они достигли. Я пойду своим собственным путем, и если меня на нем ожидает успех, то я его приму всего лишь как некую благодарность этого мира за то, что я ему отдал. Правильно я вас поняла, что, чтобы построить ваш рай на земле, нужно к каждому обратиться в глубины своего сердца, души и спросить, из какого органа я начинаю действовать в этом мире. Совершенно верно. То есть, либо я действую из благости к миру, с уважением к себе. Да, расположения, принятия к нему. И к людям, да. Или из какой-то корыстной выгоды. Да, или из какой-то выгоды. И если вдруг начинаешь осознавать, что где-то есть выгода, да, то что мы можем посоветовать таким людям? Если вдруг заметили, да, вот есть какая-то корысть, что тогда? А если вдруг человек остановился и заметил, что он делает что-то не так, ему нужно ответить на вопрос, почему я этого хотел? Почему я этого хотел? Где мои мотивы? Почему я хотел действовать корыстно? Да. Где? Где мое желание получить корысть? А далее отсюда, ответив на этот вопрос, я спрашиваю себя, а какова причина того, что я хочу получить из корысти? И мы идем уже тогда в привычку, когда человек неосознанно, через определенную привычку, выстраивает такую модель поведения, чтобы нравиться, достигать успеха. А я думаю, что мы тогда пойдем не в привычку нравиться, а к деньгам. Потому что наше общество устроено так, что если я за свой труд бескорыстно работой не буду ожидать какого-то вознаграждения материального, то тогда должен перестроиться и булочник, и сапожник, когда я приду и, скажите, почините мне сапоги, дайте хлебушек. Мне же не скажут, что... Мы же не можем, один поменялся, а другой нет. Давайте сместим акценты, я просто переведу на наше традиционное понимание, что такое человек, живущий в достатке. Сегодня говорят богатый или материально обеспеченный человек. Человек в достатке – это тот, который уважает свой труд. Уважает свой труд. И он его ценит. Ценит. Там нет бонусов, там нет льгот, потому что я уважаю себя. Если раньше мастер, например, для воинов выковывал меч, то он за этот меч брал коня. Потому что он мастер, и он на этот меч ставил свое клеймо. Он таким образом кармически подтверждал, что он берет ответственность за этот меч. И ему давали коня за меч, потому что знали, этот меч будет служить этому воину-казаку, и его сыну, и его правну. Вот за это, когда я уважаю себя, я беру цену. А не для того, чтобы через эту цену получать выгоду с других людей, думая и смотря на то, как можно ими воспользоваться. Какими манипулятивными формами этого достичь? В состоянии уважающего себя я живу по достатку и по достоинству. Я не могу перешагнуть определенную меру в себе и в этом мире. Но если я мастер, то то, что я делаю, видно другим. И они не будут оспаривать, скажем так, мою оценку своего собственного труда. Сергей Игоревич, вот такой вопрос к вам. Можно на засыпку? Как вы будете относительно чего устанавливать цены? Относительно средней заработной платы, прожиточного минимума. Совесть. А как совесть? Вот допустим, вы возьмете пять копеек. Придете с этой пятью копейками, а вам не хватит, например, на... Совесть это душевное состояние, которое отчитывает мою меру в достатке. А если мы переходим на личность, то там да, то там оценка идет из состояния того, в каком социальном положении я нахожусь. Каков мой социальный статус, сколько я заявляю, сколько стоит моя подпись, сколько стоит мой фирменный знак, логотип. Какова стоимость меня как генерального директора в совете директоров. Но это все личностные характеристики, а они никакого отношения к моему достоинству не имеют. Я ожидала другой ответ. Я ожидала, что вы скажете. Я посмотрю цены на рынки, в магазинах, там... Все, ладно, я говорю о духовных характеристиках оценки самого себя с точки зрения уважения, а не с точки зрения выбора и конкуренции. А я хочу понять, как формируется ваша цена, которую вы по чести и совести заявляете в обществу. Из чего она формируется? Моя цена определяется общей категорией людей, на которые направлено мое знание, моими компетенциями, в рамках которых я могу этим поделиться, трудностью или сложностью передаваемого материала, который я отдал. Возможно, я в рамках своего семинара шел к этому семинару 10 лет. Я не буду продавать его дешево. Хорошо. Если к вам на семинар придет женщина пенсионного возраста, которой пенсия, как мы знаем, не очень большая в нашей стране, и придет олигарх, который услышал про ваши замечательные курсы, ведь они разную монеточку могут... Нет, они заплатят одинаковую стоимость, только на разных условиях. Например, пенсионерка, мы с ней договоримся, она пройдет либо за полцены, либо со скидкой в течение шести месяцев. А олигарх этих преференций не получит. Понятно. То есть вы будете градацию делать, да? Да, но знание будет... Да, но цена будет одинаковано. Просто работа будет скидки. Это да, это мое решение так сегодня оценить свой труд. Понятно. Я поняла. То есть вы сейчас мне ответили на мой вопрос, что вы будете оценивать не из внешних факторов, а изнутри себя. Сколько времени понадобилось на то, чтобы обладать такими знаниями, ваш опыт, ваши какие-то, как вы сказали, логотипы, печать, сколько ваше стоит. Ну, мне понравилось. Я тоже так пересмотрю свою цену на рынке и оцениваю себя по достоинству. Пожалуйста. Вы поймите, что когда человек, если мы начнем говорить о тонких сферах, когда человек берет больше, чем он способен в рамках энергетики своей переработать, то это записывается для него как в некий энергоинформационный долг, кармический долг, который будет распределяться на его потомков. Раньше это было, скажем так, в течение семи поколений эти долги расписывались. Сегодня все возвращается сразу. Поэтому сегодня всем людям нужно трижды подумать, если они завышают свою цену или они обманывают покупателя, его обвешивают, обмеривают, либо не дают сдачу какую-то, то они уже завтра заплатят чем-то, не обязательно деньгами, здоровьем, временем, другими ресурсами, но обязательно отдадут 10 раз больше, чем сегодня они обманывают. А что делать тем, которые недооценивают и назначают... А те, которые недооценивают, я вам скажу, что сегодня существует, она проходит перед моими глазами, это категория людей, которые наделены очень большим потенциалом, как души, как зрелые души, как творческие, целенаправленные, устремленные индивидуальности, но они их сегодня не раскрывают. Из-за своих внутренних страхов, опасений, сомнений, помещения не в ту среду, долговым обязательствам мужу, жене, родственникам, родителям. Так вот, приходит время, и это время, час Х, настанет 22 декабря, в день зимнего соцсостояния, когда с них начнут уже спрашивать, появится к ним повышенный запрос, что это значит? Они начнут попадать в такие неприятные событийные ряды, в которых их будут ставить перед фактом. Почему отказываешься от способностей? Почему отказываешься от даров? Почему не идешь вперед? Почему боишься? У тебя есть на это сила. Я имела в виду, немножко мне... А я имею в виду это. А человек не отказывается, он творит. И он все это даром раздает людям. Нет, нет, нет. Почему? Даром, даром. За даром тоже будете платить. Потому что дар, как таковой, это способность, это внутренняя способность человека проявить себя, как творец, в неком необычном качестве и состоянии. А даром, это значит, когда я не ценю себя. И я вам могу сказать о том, что огромное количество людей в коллективном сознании сформировало такую привычку во времена Советского Союза, когда труд был обесценен, была уровниловка, и люди привыкали к тому, что они не берут деньги за то, что делают. Особенно это ярко проявлялось среди гуманитариев и работников культурной сферы, которые говорили, за что я буду брать? Да мне и так хорошо. Да мне и так радостно от того, что я... Человеку помог. Да, и человеку помог, и песню спел, и какую-то лекцию прочитал, и какую-то вышивку ему помог создать. За что я буду брать деньги? И это накладывалось на его род, который давал ему силы для этого. Который отдавал ему время жизни для этого. А он говорил роду, да мне это не нужно. Я отдаю это даром. Я хороший человек, я хочу помогать людям. Так вот, с таких людей потом спрашивали своих детей, внуков, спрашивал род, который говорил, ну как же так? Прошлые поколения накапливали силу, а ты даром ее все отдал. То есть любые крайности... Они уредны. Да, то есть не завышать... И не занижать. И не занижать. Жить по мере. У нас говорили... Золотая середина. Да, золотая середина. Поэтому в нашей традиции, говорится, нужно идти по золотому пути духовного развития, по спирали. Есть у вас вопросы, Ярослав Петрович? Да, знакомы ли вам с Фираль? Что знакомы? Сфираль, Сфираль. Сфираль? Да, да, да. Ну мне знакома боевая школа «Спираль», а вот «Спираль» мне знакома. Сфираль, ты оборачиваешь? Нет, сейчас я покажу, покажу. Сфираль, ты оборачиваешь? Нет, здесь шел разговор о Сфирали, а не о Спираль. Да, да, да. Сфираль. Всегда со мной. Подручный демонстрационный образец. Пряжка. Это изделие. Олег Басаргин. Давай, я покажу. Сейчас вот так вот вы увидите, наверное, это древнеславянская буквица. О, так это буквица. Это буквица. Я сейчас вам открываю то, что скрыто от человечества. Китай имеет плоскостное изображение. Да. Мы в буквице имеем вот это плоскостное изображение. А на самом деле это вот что. Это не спираль. Это виток, направленный навстречу друг другу с измененным вектором. Да, два потока, да. Два потока и получается пульсация. И размышляя вот над этой штукой, зачем нам древние оставили? Что это такое? У меня такое подозрение. Понимая, что ученый показывал, как он делал графен, порошок такой, наверное, порошок, прессует, получает листок, через диэлектрик прессует, листок и так вот сделает сборку, подключает провода и в темноте дает ток. То есть это космическая батарейка звездная, которая аккумулирует поля. Если существует вот эта спираль, и мы думаем, а как работает наш организм, наша клетка, откуда она берет, ну что-то берет, каким образом. Да, энергию же она берет. И вот этот спираль, я версию дам, а вы потом. А, поэтому вы на ремешок и ей поведете, да? Нет, нет, не поэтому. Это правда. Хотя, в принципе, вы правы. Размещая это на себе, нося логотип, образ, и делая вот такие вот движения. Да, да, да. Но смысл в чем? Что это прообраз, что пространство наше пульсирует, и эта пульсация, она здесь в одном месте. И митохондрия, и ты своим, ты образом мышления, ты можешь повышать энергетику, занижать энергетику. Да, конечно. От чего это зависит? Глобальная волна даже написана. Глобальная волна. Ну только канал же называется глобальная волна. Да, я не на сфера. Каждый раз пользуюсь случаем, и вам рассказал, и на камеру рассказал. То есть раз вы впервые это увидели. Я просто выясняю, что, как бы правильно сказать, я продвигаю тему, что эксперимент на планете Земля, он управляемый. И нам оставили закладки, которые мы, будущие поколения, должны расшифровать. А в чем расшифровка? И вот увидев вот эту сферу, я понял в чем. Что нам оставили плоскостные изображения. До момента, пока появятся люди, которые мыслят в 3D, в 5D, которые понимают вот это векторное, поймут законы природы и создадут законы изобилия. И тут наступает момент, вот очень интересно. И тут наступает момент спаса. Чтобы предыдущие поколения накапливали, накапливали, накапливали. А Ярослав говорит, русский дух позволяет сделать всех счастливыми, предоставив знания для всех, чтобы все имели качество жизни высокое. И тем самым мы сделаем рай на планете. Мы освободим человека от рабского труда, чтобы человек мог обратиться к звездам. Замечательно. Я могу сказать о том, честно могу признаться, на мой взгляд, что происходит, когда я провожу семинары, многие люди после этого очень быстро забывают то, что я говорю. Потому что поток спаса и та традиция, в которой я живу, оно предполагает расширение сознания до многомерности. Это не просто спираль Фибоначчи. Это многомерные, многослойные состояния Вселенной. Потоков. Двух потоков. А в этих потоках жили характерные. Рыбы, волхвы, славянские, русские волхвы. И сам принцип волшебства, который раньше был в волшебных мирах, на Руси, он как раз заключается в том, что мы жили через многомерное сознание. Многомерное сознание. И это позволяет вывести людей. Скажем, вот я раньше, да, я на семинарах записывал на тонких телах людей ту информацию, которую я им передавал. Объем и поток информации, поскольку я из многомерности это делал, был настолько плотным, что людей размазывало, вот, и многие просто лежали там, на втором день уже просто лежали, да. Но я им записывал все на тонкие тела. И давал возможность в течение месяца, месяца с этой информацией гулять. Там, по хроникам, Акаши, как угодно. Но если они через месяц не начинали самостоятельно работать с собой, это все растворялось в тех энергиях, в которых они живут и соединяются в резонансе с этим миром. А больше всего, они не могут это удерживать, потому что та, скажем, ну, та плотность наложения информации, если я дам еще больше, то она будет вредить их ментальному и эфирному состоянию. Поэтому, в отличие от всех других духовных учений, учение Спаса – это многомерное и многопроявленное состояние духа человека. А душа является неким инструментом, который необходим для, как пчелка, собирания необходимого опыта и формирования эф-опыта в человеческие качества. А для этого уже нужно тело, которое помещается в те или иные события, в явном мире, в пространстве, через вехи прохождения своих лет взросления и отражение в себе через память клеток, того опыта, который необходим в душе. Но когда мы живем по личности, мы таким образом не даем возможность себе душевно питаться, потому что нам ведь нужно не только питание через продукты, через пищу, через информацию, но и через состояние душевного питания. И поскольку мы душой не питаемся, у нас к определенному времени возникает, как я считаю, душевный голод. А он выражается в том, что мы уже не чувствуем любви, мы уже не знаем, что такое любовь. И, соответственно, мы не можем ее передавать даже своим детям. А если мы не можем любить и не можем ее передавать, то мы не можем быть сами собой и уважать других людей. Вот примерно так. А можно личный вопрос? Как часто вы питаете свою душу? И чем? Вы знаете, я давно живу по принципу, который был запечатлен, по-моему, в стихе Осадова, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. То есть, как выглядит труд души вашего. С утра до вечера и с вечера до утра. Размышляясь. Во снах, в путешествиях, в течение дня, в созерцательном состоянии того, как течет эта жизнь, и какое место я в ней занимаю, перемещаясь в ее потоке. Хорошо. А что бы вы посоветовали нашим зрителям, слушателям нашего канала, как мы можем питать свои души? Я бы посоветовал всем, кто будет смотреть этот канал, полюбить себя. Но полюбить себя не из состояния личности, а из состояния признания того, какой я есть, со всеми своими сильными и слабыми сторонами. И когда вы это сделаете, вы во многом откажетесь от того, что сегодня отягчает вашу душу и утяжеляет состояние ваших мыслей. Тогда в этом состоянии вы легко двинетесь по жизни, вы заметите, что большее количество препятствий, которые раньше возникало, будет растворяться самими собой, и вы будете легко добиваться поставленных задач и достигать тех целей, которые вам нужны. А можно ли сказать, что питает душу состояние, которое вы говорили? И я бы уточнила, может быть, если ты живешь из состояния радости, благодарности, любви... Да, и это все там, конечно. Это и есть питание души. Да, и это тогда взаимный процесс. Ты это отдаешь, и мир тебе это возвращается. Это возвращается, да. И вот этот процесс взаимной любви, взаимной радости, взаимной благодарности... Конечно. Вот и делает нашу душу не голодной, да? Да, и делает нашу душу не голодной, и делает мир, наполненный любовью и состоянием раскрытия и красоты, и радости. Да, может быть, тогда и появится этот рай на земле, о котором мы мечтаем. Да, а что касается рая, я для рая написал пять книг, если хотите, я их покажу. Конечно, мы очень хотим показать. Да, еще там книги. Ага. Да, благодарю, Ярослав. Первая книга у меня называется «Горошины спаса». Вот такая книжка. «Горошины спаса». Я собирал ее из отдельных, небольших размышлений и искал жанр. В каком же жанре я могу это написать? Ну, поскольку я придерживаюсь определенных традиций, да, и воспитан в традиционной атмосфере, в традиционной среде, то я выбрал название своих размышлений как «Горошины». Потому что «Горошины», «Гору» для нас является, и многие бобовые и зерновые культуры являются для нас обновлением жизни. Интересно. А такая книга является некой моей формой исповеди перед собой, для того, чтобы очистить душу от тех плотностей и наслоений, в которых я пребывал, и, как вы, Светлана, говорите, не видел горизонта в счастье и не чувствовал радости. Так вот, для того, чтобы исправить это положение, я стал писать для себя, разговаривая сам собой через литературные образы, такие «Горошины». И на сегодняшний момент, вот видите, сколько там, 500 или выписано таких «Горошин». Замечательно. Я хочу приобрести это. Да, пожалуйста, если мы откроем, то здесь можно увидеть такие размышления, как о предательстве, о сомнениях, об обиде, о вине, о зависти, о прощении, о попорах, о глупости. Забираем. Ну, это потом нужно к администратору подойти, да? Конечно, подойду, да. Да, продолжением этой книжки стали новые «Горошины Спасы». Я посмеялся в этом названии, потому что у нас были, помните, «Приключения Шурика», а потом были «Новые приключения Шурика», а также у нас были «Неуловимые мстители», потом были «Новые приключения», «Неуловимые мстители». Вот я в подобии к таким, скажем, формам продолжения тех или иных событийных цепочек написал дополнение к «Горошинам Спаса». И здесь у нас что? О будущем, об ответственности, о ненависти, о служении, о страхах или почему мы боимся, о любви, о сущности и личности. Ну и так далее, о путешествии длиной в жизнь. Одним словом, я писал это для того, чтобы распутать те узелки на своей судьбе и понять, почему они были для меня завязаны. И каким образом их развязать. И когда я писал, а это уже была книжка, которую я писал с некими колдовскими и волшебными свойствами в виде писанки, это в нашей традиции, когда ты выписываешь что-то из себя плотное и плохое, а потом сжигаешь и это уходит. Да, есть такой метод. Да, примерно так. Да. Теперь, что касается книг для мужского начала и женского начала. Мы же говорим о двух потоках, да? Вот эту книгу я написал, поскольку я 25 лет занимаюсь рукопашным боем, я написал книгу «Воин спаса». Это книга для мужчин, в которой я рассказываю о том, что такое мужественность, каким должен быть мужчина, какими качествами характера он должен обладать, почему он должен идти вперед, почему ему не должны быть... он не должен видеть перед собой никаких преград, он должен быть настойчивым, деятельным, активным, а главное – хозяином своей собственной жизни и воином со своими страхами, обидами, виной, недостатками и отсутствием любви. Вот примерно так. А можно вопрос, что вы понимаете под этим термином? Любовь? Любовь – это состояние всепринятия того, что дает нам Вселенная в рамках нашей жизни для постижения существующих состояний мира, совершенствования себя как души и духа и развития длиною в вечность. Спасибо. Что такое человек? Ну, Ярослав настаивает задать вам вопрос, что такое человек? Нет, что значит я настаиваю? Товарищ психолог, ответьте мне, пожалуйста, вот у вас ценник 15 тысяч рублей в час, что вы можете сказать про человека? Ну, сейчас вопрос-то не ко мне. Так я-то заинтересован, чтобы ты была подкована, поэтому пользуйся случаем задавать вопросы. Ответьте нам с Ярославом, пожалуйста, что такое человек? Человек – это божественная сущность, которая обладает световыми качествами состояния духа и души, устремленная в вечность через постоянное развитие, познание и улучшение самого себя. То есть три составляющих – тело, дух и душа. Вечность. Это и есть человек? Да? Нет. А как? Тело, дух и душа – это всего лишь одно из, скажем, мерностей человека. А далее мы говорим о том, что человек выходит на уровень аза, или это уже состояние Бога человека, когда он служит. Он не просто живет, он не просто выполняет какие-то обязанности в обществе и реализует себя в нем, а также выполняет те необходимые для него роли, которые нужны ему для жизни в этом явном мире. Это Витязь, это Ас, это человек, который познал уже состояние своего духа, и через это состояние духа соединил в своем сердце любовь к Богу и к самому себе. Хорошо. Можно такой вопрос? Ребенок маленький, он еще не все познал, и не все узнал про себя. Он человек или только готовится стать человеком? Он уже маленький человек, но, к сожалению, в детстве многие из нас, примерно 98% считают, что ребенок – это всего лишь тело, которое требует определенной защиты и того, чтобы его вести по этой жизни и с помощью взрослых знаний. Родители забывают о том, что душа имела уже огромное количество воплощений в прошлом и, возможно, пришла с теми знаниями, которые намного выше, чем у родителей. Поэтому изначально, когда человек рождается, он становится родителем. У меня есть семинар для родителей, где я им объясняю, что родители – это не социальная роль, а это качественное состояние человека, которое через тело приходит в род. Поэтому он и род, и тель, то есть тело. Вы сказали, у Вас есть курсы для родителей. Да. Чему это посвящается? Вы чему учите? Это посвящается воспитанию родителей с точки зрения того, как им открыть в себе состояние любви по отношению к своим детям и создать среду правильного воспитания через правильное собственное поведение и отношение к тем событиям, которые происходят в семье. Ну, нельзя полюбить ребенка, если ты не любишь сам себя. Да, конечно. Поэтому, наверное, Вы, родители, учите любить себя в первую очередь? Нет, я не учу родителей любить себя. Я учу родителей пониманию того, что если они не станут сами собой, то их дети будут несчастны. Понятно. Спасибо. Продолжаем. Раслав Петрович. Далее. Книга для женщин. Она называется «Бабий спас». Эта книга посвящена женскому началу. И в этой книге я рассказываю о женщинах, которые утратились в состоянии берегинь. Женщина по своей природе, которая несет в своей душе свет и любовь в своем сердце, является берегиней для этого мира. Изначально в нашей традиции женщину, которая пришла в этот мир, считали Богородицей. То есть та, которая через род ведет сюда души богов. Это было многие сотни тысяч лет назад, когда все женщины были Богородицей. Но потом они утрачивали по мере попадания Земли в звездные рукав Ориона и темных миров, они утрачивали тот свет сердца и то многомерное сознание, которым обладали. И на сегодняшний день они превратились в женщин, которые утратили свой чин. Если раньше они были женщинами, то есть женами. Жена – это опять-таки не социальный статус. Жена – это качество женской природы. Жена – жизнь есть наша. Жена – это та божественная суть, которая приводит нас в этот мир. Она дарит нам жизнь. И об этом все в этой книге. О доме, о роде, о любви, о красоте и так далее, и так далее, и так далее. Я посмотрю, поучусь быть женой. Да, и последняя книга, она вышла полторы. Высшим состоянием божественных проявлений, до которых доходит человек, когда растворяется в состоянии любви, когда накапливает в себе свет, чувствует в себе тот потенциал и то состояние служения, через которое он его проводит, и руководствуется сердцем, как своим главным учителем. Поэтому могу сказать честно, лучшим учителем для человека всегда были даже не родители, а его собственное сердце. Но родители должны выстроить процесс воспитания таким образом, через свое сердце, чтобы открыть сердце ребенка навстречу познаванию этого мира, радости, восторга перед жизнью, счастья и той степени человеческой, творческой и индивидуальной реализации, для которой он сюда пришел. Пятая книга. Ну, вот как-то так. Замечательно. А как лучше? Вот я хочу все пять книг у вас приобрести. Или вопрос не в этом. Но я смотрю, они, в общем-то, стоят 1300, 600 рублей. У меня сегодня нет такой суммы. С какой мне начать? Может быть, мне начать с женской книги, как женщине, да, и вот все будет понятно. Или у них есть какая-то последовательность? Вы можете проплатить аванс, на который готовы, а далее вы просто заплатите потом за эти книги и все. То есть, тоже вы мне делаете такую рассрочку? Конечно. Спасибо. Дифференцированный подход. Вы знаете, я человек творческий, и я не люблю повторяться. Георгий Константинович может это засвидетельствовать, потому что мне неинтересно дважды заходить в одну и ту же воду. Прокис. Прокисник. Мне было очень приятно с вами пообщаться, узнать вашу модель рая на земле, и она мне, я признаюсь, близка. Так же близка, как и близка модель Георгия Константиновича. Можно вас тоже? Мы завершим все втроем. Да, вы знаете, Светлана, я тоже рад нашему знакомству, и могу сказать о том, что на самом деле для того, чтобы создать рай на земле, не нужно чего-то великого и грандиозного. Достаточно того, чтобы мы начали уважать друг друга, считаться с мнением каждого и дополнять через свое видение то общее желание объединиться, в котором мы только будем усиливать друг друга. Да, поддерживаю ваше предложение. Конечно. Георгий Константинович, может быть, вы что-то тоже пожелаете нашим людям? Я скажу всегда и следующее. То, что людям нужно донести, вот то, что мы хотим донести, самым простым, доступным для них образом. Дело в том, что система образования, которая сегодня есть, она не предполагает длительного вот такого ментального прессинга. Через 20 минут, как показывает статистика, у человека начинает затухание уже его системы восприятия. Поэтому я скажу из того, что как бы не допустить подобных переборов. И наше предложение должно содержать в себе такую мотивацию, чтобы для людей это было крайне важно и необходимо. еще и принять участие в этом процессе. Мало того, что надо это сделать, время пришло. Это легко сделать, и человек участвует в этом процессе. Он не отброшен. Получается, мы потенциалы людей, соединяя, вот здесь закон малых чисел, когда вот эти вот энергии каждого человека индивидуально собираются, и наступает тот самый критический момент поворота. Физика называет процесс бифуркации, вот, ну, я не люблю иностранные слова, вот так бы квантового перехода по-другому. Вот это ждет от нас небеса. Чтобы, наконец-то, человек, как дитё Бога, как дитё, ну, мы же все дети, есть тот, кто нас сотворил, и дал нам разум, и сознание, осознали себя и стали преобразовывать этот мир вместе с собой. Потому что, меняя, как бы, мысли, они материальны, мы невольно, и предполагая помочь природе, мы помогаем себе, люди помогают себе, потому как мы есть часть этой природы. Вот, вот я исхожу из таких принципов. Значит, минимум затрат людских, имеется в виду, и главное, законы всем, помощь. Один процент людей. Можно, то, что делает Сергей Викторович, он, конечно, глубоко идет. Это для тех, кто готов. А, значит, это еще не значит, что пришел на его занятия, и этот человек все станет, как бы, вот так жить. Это вот нужно, вот, он за несколько лет написал эти книги. Это плод его жизни. Это его жизнь. И здесь мудрость содержится. Значит, но, вот чтобы вот люди могли обрести мудрость, я ей скажу и следующее. Сначала у людей, если появится намерение, люди доброй воли и здравого смысла, помочь природе, и природа невольно поможет им. Почему и как? Потому что сущности-одержатели, о которых Сергей Викторович, ну, как я полагаю, здесь много об этом всем написано, только другими словами, то есть все наши несовершенства, это сущности. Бестелесные сущности, по-другому, православная традиция говорит, бесы. Значит, то есть, они нас испытывают, они нам задают уроки. Другое дело, понимаем ли мы это, хотим ли мы исправиться. Вот Сергей Викторович показывает вот его опыт здесь. Он здесь рассказывает об очень важных вещах, нравственных ценностях. Православие тоже говорит об этом. Каждая религия говорит об этом, о нравственных ценностях. Имея представление о нравственных ценностях, культура развивается. Если мы не будем иметь представление об этом, эта цивилизация погибнет. Значит, так вот, я исхожу из того, что совершая вот это деяние, вода чиста, люди сделают следующее на тонком плане, произойдет, что произойдет. Произойдет. Просто-напросто эти сущности, одержатели, они не смогут выдержать этого потенциала, психической энергии, святого духа, качества состояния, того прожитого момента, моментума, который люди высвободили через себя, прожив это, через энергетические центры. Значит, и женщины в этой части, как великое материнское начало, бельгиней, бельгиней, хранительницей, они исполняют величайшую свою миссию по возможности преображения этого пространства. То есть, от духа творения этого пространства, отца духом творить, через чувства свои прекрасные, любви к земле, любви к окружающей природе, к живым объектам этой природы, маленьким живым существам, нашим младшим братьям, детям, в конце концов. То есть, это есть возможность прожить это в чувствах мужчины в данном случае. Он, конечно, тоже очень важен. Он мысль эту сгенерировал и облег ее в такую форму, понятную для других. И мужчины, проживая это то же самое, в меньшей степени, они тоже вносят свой вклад. А женщины, как берегиня и хранительница пространства, ей это по природе дано. Это пространство преобразовало. Обожествлять его, делать совершенно. Делать его, как женщина, каждая женщина дома хочет сделать такое пространство. А тут мы делаем в масштабах региона, государства, планеты. Ну разве это не вдохновляет? Очень вдохновляет. Спасибо. Завершайте. Да. И... Очень вдохновляет, да? Да. И я очень приятно себя чувствую, мне комфортно, уютно. Рядом с вами мужчины, которые хотят сделать этот мир к лучшему и всех нас, женщин, детей и мужчин, привести к светлому будущему, краю на земле. И, друзья, я думаю, вы тоже захотите нас поддержать. И 22-го, мы договорились, 7-го и 19-го, в 12-го, ой, 19-го, в 12-го, в 12-го, в 12-го, в 12-го декабря, 7-го января, и 19-го января. Спасибо. В 12-го часов. Да, Георгий Константинович, мы в 12-го часов приглашаем присоединиться к этому творческому акту выйти на берег водоема, озера, реки, бруда, море, океана, и даже дома, если вы имеете или собственные ванны, хоть собственные ванны, или чаши, чаши, будем нужны. И с чувством благодарности, радости, любви, без пафоса, без пафоса, явление, то есть, веление сказать. Сказать. Веление. Вода чиста. Человек имеет право это веление явить и проявить, и эту жизнь преобразить во славу Отца Создателя Творца и Великого Материнского Начала всех форм жизни, матер жизни Великого Материнского Начала. И тогда Небеса помогают людям. И творится то самое заветное пространство, в котором мы все хотели бы быть. Там и нет войн, нет болезней, нет проблем, потому что сознание у людей с каждым днем будет преобразовываться и прообразовываться, расширяться. Человек раньше мог переноситься во времени и пространстве в Тридевятое Царство, в Тридевятое Государство. Это очень реальное место во Вселенной. И в сказках это сказано образами. И в сказках сказано, что надо семь металлических посохов, чтобы иметь. Семь пар башмаков металлических, стереть. Чтобы сказать, истереть-то далеко. А люди, имеющие дети, понимали, о чем я говорю. И они это рисовали все на своих картинках. Они уже через полтора часа того времени, которое давалось мне в школах, на беседу такую с детками, последние 20 минут они путешествовали по этим мирам. И зарисовывали их. Знакомились со своими ангелами-хранителями. Видели Иисуса Христа. Богородицу. То есть спрашиваются, а почему мы, взрослые, утратили это? Да потому, что у нас было в голове другое. То есть мы забыли это, то, что по природе дано. Мы благодарим наших слушателей. Мы благодарим всех людей, которые участвовали в этом процессе сегодня, и в том числе того, кто ведет такую чудесную и важную программу для людей. Волна. Глобальная волна. Глобальная волна. Написать комментарии. Если есть отклик и есть желание, чтобы мы также встретились, может быть, даже еще расширенному составу или вот втроем и продолжили эти беседы, может быть, какие-то вопросы, которые вы зададите, и Георгий Константинович, и Сергей Викторович смогут на них ответить, да, то мы ждем ваши отклики и комментарии. А для школы у меня есть особые уникальные варианты для директоров школ, для педагогов. И вот наша сегодняшняя ведущая Танечка, Светочка, она вышла удивительным в материал на эту тему. Я думаю, что все, кто из-за педагога увидит это, они будут просто поймут, что такое любовь. Мы можем этот материал замечать, действительно очень уникальный и добрый, и такой радостный на глобальной волне разместить. Это гениально, гениально. Находка педагога для девушки, женщины. Спасибо вам большое. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Всех благ вам.